Все цветные революции сегодня испробованы практически во всех странах бывшего Советского Союза. Начиналась с Южной Африки, была она в Грузии, в Киргизии, сегодня и в Молдавии в том числе. Везде они испробованы. А последней окончательной целью этих цветных революций является Россия. Технологии очень известные, даже сегодня во многом не пытаются их как-то изменить. Все по шаблону. Использование социальных сетей. Сегодня социальные сети не несут ту цель, которая изначально была придумана. Они были придуманы для общения, для поддержания контактов и так далее. Сегодня это политический инструмент, на мой взгляд. И его можно использовать в тех или иных целях. Поэтому, все понимая и проанализируя это, в первую очередь необходимо сделать определенные шаги, чтобы не допустить у нас распределения вот этих технологий проведения цветных революций. Поэтому, опять же таки, внедрение на территорию нашей страны зарубежного капитала, который будет распределяться на дестабилизацию. И третье, все-таки, необходима информационная политика нашей страны внутри. Она должна быть достаточно честной и неконъюнктурной. Открытая и должна людям ни в коем случае не закрывать информационное пространство, а делать его более открытым и честным. И показывать, что на самом деле происходит. Продолжение следует...